Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые зрители телеканала «Россия-1». Казалось, совсем недавно, а вот уже год прошел с тех пор, как в этой студии в качестве гостя был наш коллега, журналист редакции «Вещание на абазинском языке» Заур Ли. В программе он рассказывал о своей очень длительной командировке в Турцию, где он преподавал родной абазинский язык абазинам турецкого происхождения. Сегодня Заур вновь у нас в гостях, хотя гостем я тебя с трудом могу назвать, мы с тобой коллеги, но тебе буквально через каких-то там несколько месяцев удалось побывать еще в одной интересной командировке. Я поехал к человеку, другу моему, он живет в Турции, он тоже абазин, он родом из Турции, а живет в Израиле, в Тель-Авиве. И вот мы там с ним познакомились очень хорошо, и потом я уже у него месяц гостил в Израиле. И вот они меня очень хорошо приняли, семья, у него жена украинка Лилия, по-моему, Литвиненко. И вот они очень хорошо меня встретили, организовали много экскурсий. Мы побывали в Яфо, арабский город, Акко, тоже арабский город. Побывали там, где крестоносцы с арабами сражались, я не помню, как этот город называется. Там побывали, увидели укрепления, башни, все эти старинные замки, то есть где там экскурсовод он рассказывал все. Побывали в Хайфе, город на горе, такой красивый город, гора, на горе дома стоят. А с домов смотришь море. Ой, красота какая. Ну, Акко тоже красивый город, старинный арабский город тоже. Яфо мне очень понравился. На Мертвом море побывали, соленое, или как сказать, соленое, Мертвое море называют. Там организмов никаких нету, потому что большая консистенция соли. Поэтому называют Мертвое море. Вот, побывали в Иерусалиме. Я ходил по святыням христианским, иудейским, мусульманским. Ну, в основном мусульманских, там еще был квартал армянский. Там тоже побывал, посмотрел, что, как. Я так понимаю, это сувенирная продукция, которую ты целенаправленно брал для своих друзей, близких, для того, чтобы порадовать их какими-то презентами издалека. Да, и себе, и друзьям. Я хочу сказать, там вот, где я жил в Стамбуле, я не ходил специально там на блошиный большой рынок. Я не ходил на, где кожаные вещи продают. Я покупал, где близко у меня было. Там тоже были, небольшой блошиный рынок был. Вот, там, вот, кольцо вот это, например, старинное кольцо. Это при Османской империи было сделано. Вот это кольцо я... У меня были часы слава. Я поменял на часы слава. Слава. Ты знаешь, что напоминает мне эта ситуация? Господи, я, наверное, в прошлой жизни была сорокой, которая любит все блестящее, красивое, яркое, ну, прелестное абсолютно вещь. Да, но я себя в прошлой жизни с сорокой не был, столько тоже не приема с тобой в этом плане. Я знаю, что вспоминаю, советские хорошие времена, когда, ну, поехать за границу было большой проблемой. И даже когда люди отправлялись по туристическим путевкам, все равно такой свободы не было. Везде были глаза, значит, наших доблестных органов, которые не могли предоставить такую возможность. Шаг вправо, шаг влево. И у людей, ну, как сказать, были ограниченные возможности в приобретении вот такой сувенирной продукции. Во-первых, не было возможности что-то купить, ну, и, естественно, валюта тоже ограничивалась. У тебя совсем другая ситуация. Ты вам целый месяц гостил у интересных людей, да, и у тебя была возможность посмотреть интересные места, да, и в то же время приобрести удивительные вещи, которые вот ты нам сегодня здесь показываешь. Такое кольцо, это тоже старинное, это все серебро. Ой, какое красивое. Можно? Да, это вот кольцо, а вот это кольцо мне подарили в Турции. Здесь османский знак, кто сторонники Османской империи, они вот везде вот этот знак и на машины клеят и так далее. Можно сдвинуть? Это абазины мне подарили в это... Конечно, абазины. Да, но, да, красная. Но еще они мне подарили с абазинским флагом кольцо, я это тоже брату отдал. Я жил в Стамбуле, это я жил прямо возле Босфора, пролив босфорский, да, на азиатской стороне. Это в Турции, на азиатской стороне, а Босфор проплываешь, и там уже европейская часть. Там как раз и вот то, что недавно в СМИ, о чем говорили, мечеть София, Айя София, там много таких достопримечательностей, там тоже можно. А где я именно жил, там дома, очень много домов этажных были расписаны. Туристы приходят, спрашивают, можно? Они говорят, можно. И очень красиво получается. В смысле, можно? Туристы расписывают? Да, туристы расписывают эти дома. Вот, они и туркам хорошо, ну, есть где и турки, наверное, сами расписывают. Ну, мне объяснили, что это туристы. Например, кому-то надо кафе в каком-то стиле расписать. Туристы расписывают им кафе или там магазинчик. И вот там много очень расписанных кафе, домов и все вот так, все в этих рисунках. Это было мне подарено абазином, ирканом местным. Это делали наши переселенцы с Кавказа. Вот такие вещи, да? Вот такой коврик. Очень толстый. Да, это шерсть, ручная работа, шерсть. Мы купили это вблизи города Кайсари, в Хатукаевском ауле. Это адыги там живут, хатукаевское племя хатукаевцев. Там, ну, купили у кабардинца, получается, подарил абазин. Вот, так, интересная история. Ну, вот эти потоньше, это тоже у него взяли. Вот такие потоньше коврики, коврики, которые потоньше... А, так это коврик прошлого? Это были коврики. Когда они стираются или изнашиваются, из них делают вот такие сумочки. Это с двух сторон, как коврик, а здесь более современный идет, вот так. Ну, это коврики. Все старые коврики. Наши мухаджиры, да, скажем, когда переселялись с Кавказа после войны кавказской, вынуждены были переселиться, они занимались в основном лес рубили, продавали где могли. И вот такие вещи делали они разные. Вот на этом они жили первое время. И вот это старинная вещь. А в Каппадокии или других городах, где много туристов, эти коврики уже новоделы. Они прямо на улице лежат, чтобы по ним туристы ходили. Так они их состаривают. Ух ты! И там уже не поймешь, это старинный или новодел. Ну, вот это действительно ручная работа идет, коврик. Вот такой вот эти со старых именно ковриков сделаны, потоньше. Они уже идут потоньше. Заур, ну, если вот отойти немножко от материальных ценностей, что тебе больше всего понравилось? Какие тебя, может быть, моменты затронули? Ну, знаешь, я вот... Задушевные струнки, да? Да, я вот начнем с Турции. Я вот ходил по Турции, там они, например, заходишь в магазин, если нет на тебя размера, допустим, он видит, он тебе уже ничего не сможет, ничего не сможет предложить. Не потому что, чтобы ты купил, даже он знает, что ты ничего уже не купишь, но присаживайся, кофе попей, чай, что хочешь, со сладостями. Все приветливые, очень. Люди приветливые, встречают радушно всем, чем могут, угощают. В Турции, например, в Турции я ничего не покупал практически из еды. Мне вот... Перекусов хватало, да? Мне турецкие абазины все предоставляли, да. А сами турки, я же говорю, они тоже очень приветливые. Я же говорю, куда не зайдешь, они тебе предложат, обязательно что-то предложат. Выпить, покушать и так далее. А то, что касается Израиля, у нас чуть не то представление об Израиле и народе. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Не понимаю. Ну, вот я тебе скажу так. В Израиле есть такая поговорка, что в Израиле можно умереть от всего, но не от голода и от холода. Почему? Потому что ты можешь зайти в любой дом и попросить еды. Тебе никогда не откажут. Или сказать, мне холодно, или у меня одежда плохая, дайте мне, пожалуйста, что у вас есть из одежды. Они тебе никогда не откажут. Никогда. Поэтому там или в ночлеге тоже не откажут. Это в Израиле, они говорят, что вот эта пословица есть. От голода и от холода никогда невозможно умереть в Израиле. Вот. Еще в Израиле там можешь к любому в сад зайти и кушать все, что угодно. Не спрося хозяева? В большинстве случаев, да, ты можешь, не спрося хозяина, кушать. Тебе хозяин выйдет, посмотрит, ничего не скажет. Но если ты вынес, это уже считается воровством. А так кушай сколько угодно. И еще в Израиле, допустим, идут на уборку каких-то фруктов, там, каких-то урожая. Ты можешь там же кушать сколько угодно. Это, ну, в порядке вещей. А потом уже собирать и так далее. А Турция, ходишь по Турции, ты можешь видеть гранат на улице растет, мандарины, апельсины. То есть обычные улицы, у них засажены в такими деревьями? Ну, это я в Анталии, да, я ходил. У них везде это все растет. В порядке вещей. Вот, например, оливки там растут. То, что у нас считается экзотикой, там у них просто на улице растет. Если говорить о каких-то достопримечательностях, что тебя больше всего поразило? Ну, вот, опять же, я был, ну, это в Иерусалиме. Я был в мечеть Алякса. Также меня вот Ая-София поразила, это в Турции. Очень большая, красивая мечеть Ая-София. В Акко, очень старинные мечети. В Яфо, старинная мечеть. Я был. В общем, я много что посмотрел, увидел там, все мне понравилось. Ну, Боже, там невозможно сказать в Израиле, что больше может понравиться. Какой город? Я старинный город Яфо, старинный город Ако. Мертвое море. Мертвое море, ну, я не понимал, как там не тонешь в воде. Я по телевизору смотрел и не понимал. Я лег в воду, опустился, и человек, невозможно, чтобы он утонул. Очень много соли там. Человек не тонет. А вода как масло. А на другой стороне Иордания. И кажется, ты можешь переплыть, и ты уже в Иордании. Два наших кавказских аула осталось. Рехания и Кваркама. Я был в Кваркаме. Очень красивый городок. Улочки, брусчата, все выложено. Очень чисто, старинные дома. У них все так и осталось. Из камней там из Израиля многие, даже из России, когда приезжают туристы, они именно в Израиле предлагают им посетить вот это место, Кваркама. И вот там они рассказывают историю. У них музей есть. И там я увидел сыр, там на иврите написано «Нальчик». Адыгейский сыр, но называется «Нальчик». Они его изготовят. И они очень гордятся вот этими всеми традициями. Вот это все кавказское. Вот они не теряют этого всего. И там живет, кстати, очень важно, я думаю, что это важно. Мы здесь теряем язык. А там, в этом селении, Кваркама, живет около 4 тысяч адыгов. От самых маленьких до самых старших все знают язык. Все они не теряют этого языка. И ни язык, ни традиции ничего не потеряли. Я живу в Абазина. Вот, у него, кстати, сын, скаут, или как называют это, у него здесь израильский флажок, там еще такой, там другие флажки. Здесь абазинский, у него идет флаг. Здорово, правда? Заур, ну, я так понимаю, что вот все, что ты сегодня нам рассказываешь, это как призыв, может быть, к людям, которые собираются поехать за границу, что не нужно искать где-то вдалеке что-то интересное. Это все интересное находится вот совсем рядышком. Да, да, да. Это все близко, ну, есть домоседы. В этом плане мне повезло, я же говорю, если бы я в Турцию не поехал, я бы в Израиль не поехал. А так, общественная организация Алашара, они предложили мне поехать в Турцию преподавать. Абазинский язык. Вот, ну, там и так все хорошо знают, но дети, как и у нас, уже забывают. Ну, я когда у младших группа, например, я когда уезжал, они все с одной группой я поработал месяц, они уехали, с другой группой я поработал месяц, они уехали. Это я уже говорил, но, может, не лишнее будет еще рассказать. Абазины турецкие, они в основном живут в Германии, во Франции, в Голландии. В общем, уровень жизни там очень хороший. Кстати, вот Абазинов много в Абхазию почему-то едут. Я с ними как раз договорился, чтобы они сюда ехали, молодежь присылали, чтобы амбенивались, знали друг друга. Они сейчас и так и в WhatsApp, и в других. Ты как прям посланник своего народа, который способствует, да, сплочению и дружбе, и каких-то, воссоединении связей каких-то. Да, и там молодежь общается уже. И что хорошо, что наша молодежь не знает турецкого, их молодежь не знает русского. То есть родной язык. Родной язык их, да, вот. И скоро... Я только договорился, чтобы они привозили своих детей именно в Карачао-Черкесию. И наши дети, чтобы туда ездили, начался вот этот коронавирус, вот это все, болезни, и поэтому не получилось пока. Но это пока. Пока, да. Да, мы все это переживем, и я думаю, все твои намерения и планы обязательно сбудутся. Тем более направлены на такое благое дело. А еще осталось что-нибудь, что ты не посмотрел, но хотел бы посмотреть? Я в Анкаре не был, в Измире не был. Я хочу побывать в этих городах. И также, они мне как говорят, турки мне как говорили, что в Израиле что-то. Мы, говорит, тебе предлагаем то, все, такие маршруты, такие магазины современные. Ты не хочешь видеть, где одежду продать. Почему тебя, говорит, все время тянет в этот блошиный рынок? Мы, говорит, Идара, в Израиле пощепишь базар называют. Вот, это блошиный рынок. И вот я, что в Израиле, что в Турции, я старался вот такие места посещать. Ну, мне нравится. Может, кто-то не поймет. Слушай, а заняться вот так, в расцвете своих сил, вот таким ювелирным изделием у тебя нет желания? Знаешь, у меня есть желание, но если я знал бы, что у меня получится, я хотел бы открыть антикварный магазин, антикварную лавочку. Продажи, и я заметил, вот если тебе нравится вещь, она у тебя очень легко уходит. Ты ее можешь легко продать. Правда? Вот, и поэтому вот эти вещи мне очень, ты говоришь, я к чему говорю, ты говоришь, у тебя могло бы это получиться, я думаю, ты так сказала. Я думаю, у меня тоже, я тоже думаю, что у меня получилось, потому что эти вещи я люблю. Я могу так предложить. Я не смогу отказаться. Да, что не ты, не кто-то другой. Мне кажется, это у меня пошло бы. Вот единственное, чем ты хочешь заняться, когда спрашивают, я хотел бы открыть антикварный магазин. Тема у нас еще такая была, что можно привезти. Многие едут и не знают, что привезти. Там очень много можно привезти. Надо просто найти где. Надо ходить, искать, вот что тебе интересно. Думаю, я друзьям очень много раздарил. Очень много. И старинных вещей там, и разных. Как я уже говорил родственникам, и платки, и коврики четкие. Там все можно найти. Все, что хочешь. И старинные вот такие безложки, вроде бы не так дорого, но они очень дорогие. Очень хорошие. Слушай, смотрю на тебя, слушаю тебя, и вот у меня ощущение, что я теряю коллегу. Ты точно удалишься в бизнес? Ты знаешь, я вот сейчас тебя слушаю, вспоминаю свое детство. У меня родная тетя преподавала в московском инъязе и работала переводчиком. И вот когда она впервые поехала в ГДР еще, в страну социалистического содружества, так сказать, она привезла мне первый раз в жизни вот всякую такую мелочь. До сих пор я помню, что это были заколочки такие интересные, какие-то бантики, шарфики. Ну и, конечно, жевательная резинка, которую готов был жевать весь мой класс. Я к тому, что как сегодня легко при желании собраться в поездку, как легко сегодня, ну, если нет никаких определенных препятствий, устроить для себя вот такой праздник и порадовать своих близких, друзей, родных вот такими вот маленькими сувенирчиками. Ну, извини, но в Израиле очень жесткий контроль, очень жесткий контроль. Там прям все смотрят. Именно почему-то вот наших всех товарищей из СНГ, так сказать. Ну, за границей она такая непредсказуемая. Ну, ты сказала ГДР, я, кстати, в этом году ко мне должны были приехать абазины из Германии, с которыми я опять же познакомился в Турции, а потом я должен был поехать к ним, но у меня не получилось. Заур, спасибо тебе большое за то, что нашел время, во-первых, для этой встречи, зная наш график. Это сделать довольно сложно. За интересный рассказ, за твои впечатления, за твои эмоции. Я, конечно, страшно тебе позавидовала, но буду бороться с этим чувством. Обещаю тебе. Тем не менее, я тебе желаю новых путешествий, новых открытий для себя, новых знакомств, чтобы все твои планы сбылись. Ну, даже если не получится в этом году, то времени у нас еще достаточно для этого. Спасибо тебе, Галя, большое. Я рад, что со мной беседует человек, так сказать, родственной душой. Но я тебе тоже этого желаю, ты тоже этого хочешь, я думаю, все сбудется. Спасибо, Заур. Дорогие друзья, я напомню вам, что сегодня у нас в гостях был журналист редакции «Вещание на абазинском языке» ГТРК Крачаева-Черкесия, Заур Лиев. Я же прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова